Анатолий Александрович, добрый вечер! Добрый вечер! И уже по сложившейся традиции предоставляем вам вступительное слово. Ну, начну с небольшого наблюдения, сделанного прямо отсюда. Там висит вывеска, ну, несколько вывесок с указаниями, что выставлено на тех или иных стеллажах. И вот на одной из вывесок увидел надпись «Комиксы, фантастика, детективы». Дело в том, что это понятие из разных смысловых категорий. Комикс — это, так сказать, технология представления материала, детективы — это жанр, а фантастика — это художественный метод, в рамках которого, естественно, возможны любые жанры. Ну, а что объединило эти три разных категории на одной вывеске? Очевидно то, что у нас сейчас принято относить всё это к несерьёзной литературе, ибо серьёзной положено считать ту литературу, которую по доброй воле не покупают, которой не помогает даже очень навязчивая реклама, и постоянное взаимное награждение сочинителей этой серьёзной литературы, разнообразные премиями с красивыми названиями. Ну, так вот, в этом смысле я очень надеюсь, что представляемая вам сейчас книга не серьёзная. Ну, даже не берусь сказать, к какому жанру она относится. Здесь смешано очень много всякого. Вот цитат из разных действительно уважаемых и заслуженно уважаемых деятелей, в роде Йозефа Петера, Йозефовича Шумпетера. Ну, вообще-то Шумпетер – это один из отцов-основателей тоталитарной секты Либералы, но, в отличие от других отцов-основателей этой секты, он известен также очень серьёзной практической работой, в частности, именно его усилиями из всех стран, проигравших в первой фазе мировой войны. Именно в Австрии, где он стал министром финансов, послевоенная катастрофическая инфляция была самая малая из всех проигравших стран. Как бы то ни было, Шумпетер не только либерал, но и вполне серьёзный, вполне заслуженный деятель. И здесь довольно много цитат из него. Честно говоря, в основном потому, что никто из работавших над книгой не ожидал именно от Шумпетера таких восторженных высказываний о главном персонаже книги. Вообще, надо сказать, что на обложку вынесены всего два человека, но в той или иной мере участвовали в подготовке этой книги ещё трое, но они по разным причинам дружно сочли, что не наработали настолько, чтобы попасть на обложку. Ну, хозяин-барин, не захотели так и не попали. Честно скажу, что я в этой книге, пожалуй, в большей мере редактор, чем автор. Ну, то есть я написал довольно большую её часть, но всё-таки далеко не всё. И, пожалуй, даже больше усилий потратил не на свою часть текста, а на редактирование всего подготовленного остальными, просто чтобы всё читалось в едином стиле, и чтобы глаз не спотыкался на переходах между фрагментами, подготовленными разными людьми. Причём подготовка тоже была очень разная. Один предложил основную идею книги и предложил, кстати, название для неё. Ещё один собрал большую часть цитируемого материала и дописал по его мотивам немало своего. Ещё один подкинул в расплат множество дополнительных интересных компонентов. Ну, я, естественно, тоже вспомнил немало по ходу работы, но всё-таки я больше усилий потратил именно на редактуру, чем на собственный текст. Ну, такое часто бывает. Это если я не сбился со счёта. Уже 22-я книга, где я указан на обложке, так вот, в половине этих книг я был в большей степени редактором, чем самостоятельным автором. И, вы знаете, никто из тех, кого я редактировал, ещё не пожаловался мне на то, что я что-то отредактировал неудачно. Может, просто стесняются. Но, судя по тому, что одни и те же люди обращались ко мне по многу раз, я как редактор тоже неплох. Ну, а что касается общего содержания книги, знаете, недавно довелось мне прочесть очередную дозу бурного возмущения тем, что сейчас реабилитируют в общественном сознании множество деятелей, принимавших участие в репрессиях, а то и эпоху репрессий целиком. Ну, судя по статистике, эпоху репрессий была страшнее всего в Соединённых Государствах Америки. В пересчёте на душу населения там, скажем, в 1938 году сидело примерно вдвое больше народа, чем у нас. Собственно, за всю нашу историю у нас всего один раз было тюремное население в пересчёте на душу населения всей страны такое же, как у них. Было это в 1946 году, когда у нас массово судили и, соответственно, массово сажали пособников-оккупантов. Кстати, именно сажали. У нас с 1945 до 1950 года смертная казнь была вообще отменена, чем, насколько я знаю, по ту сторону океана никогда не могли похвастаться. Вот. Кроме того, детальный анализ материалов, рассекреченных в постсоветское время, показал, что именно Сталин и его команда остановили эту самую волну репрессий, получившую название «Большой террор». Более того, сама эта волна была организована в основном партийными аппаратчиками областного звена для того, чтобы остановить начатую под руководством героя этой книги реформу системы управления, весьма полезную для страны в целом, но бьющую по интересам именно этого слоя. Ну, я мог бы еще очень многое рассказывать об этой самой реабилитации эпохи репрессий, о том, что возмущаются этой самой реабилитацией по большей части потомки самых активных соучастников этих самых репрессий, но в общем в книге сказано на сей счет главное, ну, если кто хочет подробностей, найдите на сайте однако.орг мою статью «Преступление против усовершенствования», там кратко пересказано главное из вот этих вот исследований материалов, рассекреченных в постсоветское время. Точно так же можно говорить и о других сторонах деятельности Иосифа Виссарионовича и его команды. Вообще, скажем, знаменитый кровавый тиран Сталин это довольно точный автопортрет Никиты Сергеевича Хрущева. Но и многие другие деятели той эпохи оболганы так же щедро и так же незаслуженно. И сейчас, к сожалению, с огромным опозданием мы начинаем наконец-то разбираться в том, что происходило тогда. Ну и скажем так, если бы я 30 лет назад знал то, что знаю сейчас, я бы, наверное, нашел какой-нибудь способ противодействовать всему, что тогда меня очень радовало. всем этим гласностям, перестройкам и прочим чудесам. Но есть такая старая-старая фраза, если бы я был такой умный сейчас, как моя жена потом. так вот, в этой книге мы все постарались показать, какие мы умные сейчас, но кое-что сказано и по поводу того, что мы думали в Горбачевские времена, в Ельцинские, ну и раньше. Я, знаете ли, собственно, первые политические тексты, которые я читал более-менее осознанно, было мне тогда 9 лет, это отчеты о заседаниях 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Съезд этот проходил с 17-го по 24-го октября 61-го года. Ну и естественно, в таком возрасте я уже хорошо запоминал все, но анализировать еще совершенно не умел, поэтому все странности и нестыковки в рассказах на этом съезде, а незадолго до того, всего 80-го лет назад ушедшим руководителем страны, все эти странности и нестыковки я тогда совершенно не замечал и ну где-то фактически до начала нынешнего десятилетия был помимо всего прочего еще и пламенным антисталинистом и то, что сейчас я и статьи на эту тему пишу и вот в этой книге поучаствовал это в какой-то мере еще и попытка искупить мою тогдашнюю вину за легковерие такое, какое и в 9 лет уже непростительно. Вот это, пожалуй, главное, что я могу сказать, не пересказывая, не цитируя саму книгу, я все-таки надеюсь, что кто-то из вас ее прочтет полностью и не хочу портить от нее удовольствие. Вот, ну, а сейчас в пределах времени ответенного гостеприимными хозяевами постараюсь еще и на ваши вопросы как-то ответить. Да, Анатолий Александрович, спасибо. И у нас есть вопросы с зала. Здравствуйте, Анатолий. Скажите, как Вы относитесь к творчеству Алексея Миняйлова и считаете ли Вы, что, если можно так сказать, его учение можно применять к жизни, то есть в жизненных ситуациях? Очень сожалею, но я вообще, кажется, впервые слышу названное Вами имя. К сожалению, у меня столько собственной работы, что я просто вынужден ограничиваться и знакомлюсь лишь с очень немногими авторами. просто он очень много говорит на тему Сталина и почему я задал этот вопрос, насколько я знаю, Вы даже когда-то его комментировали, я давно читал когда-то в новостях и поэтому думал, что может быть... сейчас я просто не помню. То есть я мог прокомментировать какой-то пересказанный мне фрагмент. Может быть, знаете... Я его ни одну книгу не читал. Партизанская правда партизан. Нет, скорее всего я комментировал какой-то фрагмент, который мне просто пересказали. Извините. Да, спасибо за ответ. Я задам свой вопрос. Анатолий Александрович, скажите, как давно Вы детально изучаете деятельность Иосифа Сталина? И на Ваш взгляд, в чем его уникальность? Понятно. Ну, что значит детально? Мне более-менее серьезно начал читать даже не его самого, а труды и следующую его деятельность. вот в самом начале нынешнего тысячелетия точную дату естественно не помню. Но в основном я читаю то, что связано с теми направлениями его деятельности, на которые и я так или иначе попадаю. Скажем, поскольку у меня очень много статей, посвященных проблемам управления экономикой, я, естественно, прочел довольно многое о его методах управления, в том числе и несколько его собственных работ по этой тематике. Поскольку я очень интересуюсь военным делом и военной историей, я постарался разобраться в причинах решений, которые принимались под его руководством в военной сфере. но это все изучение по сути отдельных эпизодов. Кстати, до сих пор очень многие спорят даже о том, был ли Сталин марксистом. Потому что очень многие принятые им решения прямо противоречат тем или иным указанием Карла Хайнриховича и Фридриха Фридриховича. Но он несомненно был марксистом примерно в том же смысле, в каком я сам марксист. То есть я исхожу из того, что марксизм это не свод готовых рецептов, а методические указания по технологиям исследования общественных процессов. И я этими указаниями очень активно пользуюсь в своих собственных исследованиях и в своих статьях. Так вот он тоже принимал решения пользуясь примерно той же технологией исследования. И в этом смысле он несомненно марксист. И вот за эти пару десятилетий изучения его деятельности я пришел к выводу, что он несомненно значительно лучший исследователь, чем я, потому что мне ни разу не удалось опираясь на те сведения, которыми в принципе мог располагать в какой-то момент он, принять для этого момента решение лучше, нежели принимал он. поэтому мой личный опыт исследования его деятельности позволяет дать ему очень высокую оценку. кстати забавно, что некоторые загадки военного времени, которые многие историки считают совершенно не поддающимися решению, исходя из чисто военных соображений, как выяснилось, перестают быть загадками, если взглянуть на карту тогдашних путей сообщения. То есть одного взгляда на эту карту достаточно, чтобы понять, почему, например, в 42-м году самые затяжные и самые ожесточенные бои велись под Сталинградом и Ржевом. Аналогично одного взгляда на ту же самую карту путей сообщения достаточно, чтобы исходя из конфигурации советско-германской границы, установленной договором 28-го сентября 1939-го года понять, что в момент заключения этого договора наше руководство во главе естественно со Сталиным понимало, что немцы нападут. Знало по меньшей мере одно из направлений немецкого удара и готовилось отражать этот удар, но ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не нападать первым. Вот, я почему об этом упомянул? просто чтобы показать, что для правильных решений надо думать не столько вглубь, сколько вширь. привлекать к рассмотрению очень разнообразные факторы. судя по всему, Иосиф Виссарионович этим навыком владел очень хорошо. Виссарионович историков историков не не бывает. Бывают историки, не занимающиеся этой деятельностью регулярно, а так время от времени для себя, для души. Во-вторых, политические деятели бывают разные. И, скажем, для парламентского деятеля и для деятеля исполнительной власти нужны совершенно разные наборы личных качеств. Поэтому, кстати, в тех странах, где министрами могут быть только депутаты, ну, это прежде всего Британия, Германия, правительство, как правило, работает несколько хуже, чем там, где эти обязанности разделены. Ну, естественно, при прочих равных условиях. Во-вторых, если иметь в виду главного героя этой книги, то, несомненно, он был очень хорошо наделен стремлением постоянно узнавать новое, стремлением консультироваться по любому сложному вопросу, причем обязательно с представителями разных точек зрения, и силой воли, достаточной для принятия решения в условиях недостаточной информированности. Большую часть решений политикам приходится принимать именно в условиях недостаточной информированности. Могу, кстати, сказать, что я в исполнительной власти даже не пытался бы работать, хотя давать политические консультации различным руководителям доводилось много раз, но всегда я только предлагал варианты, говорил, какие из них я сам считаю лучше, но не рисковал однозначно говорить, что вот только так и никак иначе. Поэтому я знаю, что я, в отличие от Иосифа Виссарионовича, в руководители страны точно не пригоден. А у него это получалось. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Значит, вы назвали Карла Маркса Карлом Генрифичем Марксом, а Энгельсом значит Фредерик Фредерик Энгельсом. Это назвали иронично. Означает ли это, что вы также иронично относитесь к марксизму? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы здесь дали очень хороший значит факт, что в Америке большой террор очень было больше, чем у нас, почти больше. Вот. Это очень существенный факт. Почему у вас в книге нету фактов? Таких документальных фактов, рассекреченных фактов, которые, так сказать, чтобы общественные люди все это смотрели и сравнивали. А иначе получаются слова. Понятно. Ну, во-первых, ни малейшей иронии нет. Я всех называю по имени отчеству. Если вам когда-нибудь попадутся на глаза мои статьи, вы там найдете и Фрэнклина, Делана Джеймсовича Рузвелта и Винстона Леонарда Рэндолл Хенрича Спенсера Чорчилла, это совершенно не значит, что я к ним отношусь иронично, так же, как не отношусь иронично к Александру Филипповичу Аргиаду, более известного просто, как Александр Македонский. Нет, это просто очень давняя привычка. Я уж и не помню с каких времен она у меня, кстати, большую часть коллег, с которыми общаюсь годами, я тоже называю по имени отчеству. Что же касается фактов, ну, как по-вашему, откуда я узнал, например, о том, что тюремное население Соединенных Государств Америки стабильно превышает наши. И был выбор либо повторять в этой книге множество фактов, на основе которых сделаны эти выводы, либо давать сами выводы в надежде на то, что большая часть людей, интересующихся этой эпохой, с фактами, на основе которых мы делаем выводы, в какой-то мере знакомы. Естественно, на некоторые факты тут упомянуты, но очень немногие. В основном как раз те, что мало известны и мало раскручены. Но большая часть фактов, на которые мы тут опирались, настолько общеизвестна, что не было особого смысла их повторять. Солженицын тоже давал факты? Нет, Солженицын давал не факты, Солженицын цитировал письма, а письма, как известно, любому, кто интересуется историей, относятся к категории субъективных источников и отражают не факты, а исключительно мнение того, кто писал. это неправильно. Спасибо вам за ответ и мы переходим к следующему вопросу. Здравствуйте, Анатолий Александрович, меня зовут Вучик Игорь Дмитриевич и у меня вопрос следующего содержания. Вы упомянули, что вы были в соавторстве и авторстве в 22 книгах, примерно, вы не сказали точно или не точно, но примерно, соответственно, вы также упомянули, что в основном занимались редакторской деятельностью. Вопрос такой, что из себя представляет редакторская деятельность, что вы конкретно делали и как устроен ваш процесс, то есть редактуры того или нового произведения? Ну, я все-таки пожалуй в большей степени автор, чем редактор из вот этих вот 22 книг. Половина это мои собственные статьи по разным темам, ну и в тех книгах, где я выступал с автором, я действительно, как правило, редактировал и чужой текст, но и собственного тоже немало. Но в чем заключается моя работа как редактора, ну в основном я стараюсь скорректировать текст так, чтобы он проще воспринимался. я могу например разбить сложную фразу на несколько фраз покороче, а могу наоборот объединить несколько фраз, если вижу, что они фактически представляют собой развитие одной мысли. Могу поменять порядок слов, опять же, чтобы было ясней, с некоторыми словами, например, который является я борюсь, оставляя их только там, где без них фраза выстраивается сложнее. Словом, я как редактор забочусь только о том, чтобы текст был понятней. Ну и конечно, когда вот как здесь разные фрагменты текста готовили разные люди, я стараюсь все это привести к более-менее единому стилю, вот, но естественно, как редактор я ни в коем случае не затрагиваю смысл сказанного, он остается неизменным. Спасибо большое, Анатолий Александрович. Еще один вопрос конкретно писательской деятельности уже. Как много черновиков у вас уходит на написание одной книги? Понятия не имею. Я же пишу на компьютере, там черновиков не остается. Допустим, написали первый черновик, потом второй, переписывали. Я редактирую один и тот же файл. естественно, я не подсчитываю, сколько чего там я менял. Ну, могу так, ну, скажем так, в общей сложности получается где-то полтора-два объема. То есть меняется порядка половины объема текста в ходе работы над ним. Правильно ли я понимаю, если объем книги примерно 50 тысяч слов, то тогда у вас получается 75 тысяч тире 100 тысяч написаний? Да, где-то в таких пределах. Хорошо, спасибо большое. Как вы считаете, сыграл ли большую роль Гуржиев в жизни Сталина и обладал ли Иосифа Сыреныча какими-либо жреческими знаниями и тайнами? Просто есть такое мнение, что он как бы в каком-то смысле был жрецом. Ну, просто как вы относитесь к этому. И второй вопрос, методы познания истины на ваш взгляд? Понятно. В какой-то мере он, конечно, был жрецом. Не забудьте, что он окончил 4 курса цифрийской духовной семинарии. Вот. И определенные навыки жреческие там, несомненно, получил. Какую роль в его жизни сыграл Гурджиев, естественно, сказать не берусь. На сей счет не осталось никакой информации достаточно надежной, чтобы на нее можно было опираться, но уж во всяком случае значительно меньше, чем роль, которую сыграл в роли Николая Александровича Романова Григорий Ефимович Новых, известный больше как Гришка Распутин. Сталин вряд ли позволял кому бы то ни было собою манипулировать. Не то, что запрещал, просто, когда человек по каждому вопросу консультируется с носителями разных точек зрения, это довольно надежная защита от манипуляций со стороны кого бы то ни было. Что касается методов познания мира, познания истины, ну, как человек с дипломом инженер теплофизик, могу заверить, что критерий истины практика, а практики у него было более чем достаточно. Получается, что из разных источников тоже можно отнести, чтобы докопаться до чего-то, то есть сравнивать информацию из разных источников. Ну, да, действительно, сравнивать информацию из разных источников необходимо уж хотя бы для того, чтобы отфильтровать какие из них надежны, а какие заслуживают не меньшего забвения, чем тот же Гурджиев. Да, спасибо за ответ, и мы переходим к следующему вопросу. Анатолий Александрович, добрый вечер. У меня к вам тоже два вопроса. Первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот из того, что было сделано положительным Иосифом Сталином после окончания Великой Отечественной войны, начиная с экономики, образования, социальной безопасности, что бы можно было как-то, может быть, изменить в современной России, на ваш взгляд? Это первый вопрос. Что из того, что было сделано тогда Сталином? Это первый вопрос именно в современной России. И второй вопрос именно такой. Вот скажите, вот я знаю, что, допустим, читая соцсети, читая тоже, пишут про Сталин, я знаю, что вот, ну, антисталинисты в основном, они, конечно, люди действительно очень упороты в этом плане, пытаются их как-то переубедить, что там было не все так категорично, очень сложно, на самом деле. Особенно касается наших либералов, особенно касается тех, кто максимально по нему делает оценки по Сталину. Вот такой вопрос. Удавалось ли вам вообще в разговоре с теми, кто относит максимально категоричную деятельность Сталина, как-то, может быть, их не то, что переубедить, понятное, что переубедить сложно, но как-то, не знаю, может, и заставить их относиться к нему не настолько категорично, вообще не доходы. Спасибо. Ну, по первому вопросу мне проще сказать, что из тогдашнего сталинского опыта нельзя применить сейчас. Дело в том, что наше нынешнее хозяйство многократно сложнее, чем тогдашнее. Число названий производимой продукции превышает тогдашнее в сотни раз. А общее число арифметических действий, нужных для составления полного, точного, оптимального плана производства, пропорционально числу названий производимой продукции в степени примерно 3,5. То есть, если тогда возможностей государства хватало для составления единого плана производства с более-менее приемлемой точностью и с издержками и погрешностями, на которые можно было не особо обращать внимание, то сейчас это физически невозможно. Сейчас попытка управлять всем без исключения производством из единого центра даст просто катастрофические результаты. Кстати, при нем как раз и не было таких попыток управлять всем из единого центра. Примерно, ну в разное время и по разным оценкам, примерно от 4,5 до 9,10 общего объема продукции в стране с середины 30-х до середины 30-х годов давали производство, принадлежащее государству и работающее по единому государственному плану, но примерно от, опять же по разным оценкам и в разное время, от 4,5 до 9,10 разнообразие продукции давали производство, принадлежащее самим своим работникам, как тогда говорили артели, и соответственно работающие по собственным планам, согласованным только с ближайшими соседями по технологическим цепочкам. Более того, в 2015 году мне удалось показать, что именно такое соотношение оптимально при нынешних средствах управления, и более того, что практически во всех странах, достаточно быстро развивающихся, соотношение именно такое. Соответственно, те методы управления хозяйством, которые были приняты тогда, мы сейчас не можем использовать без существенных изменений. А все остальное из того, что вы перечислили, можем использовать для себя. И напомните второй вопрос, я боюсь напутать. — Разговоры с антикторинистами, у вас бывали такие случаи, когда вам удавалось как-то людей? — Нет, честно вам скажу, я такого не припомню. То есть я не исключаю, что после разговора со мною кто-то из них поменял мнение, но мне такие случаи не запомнились. Я вообще исхожу из того, что публичный спор ведут не столько ради того, чтобы переубедить оппонента, сколько ради того, чтобы убедить аудиторию. Вот убедить аудиторию мне удается довольно часто. Так, ну и пока там готовится следующий вопрос. Тут мне передали записку, где утверждается, что процентов на 70 Стали не текла цыганская кровь. Ну и аргументы в пользу этой позиции. Ну, исключить это, конечно, я не могу, но меня это и не интересовало. Так же, как не интересовали никогда споры между грузинами и осетинами о том, кто он в большей степени. Человек — это не происхождение, а воспитание. Более того, замечательный советский философ Эвальд Васильевич Ельенков, изучив опыт работы Загорского, ныне Сергеева-Посадского, «Интерната для слепоглухих детей», пришел к выводу, что реально врожденные в человеке только сосательный и хватательный инстинкт, а все остальное воспитывается. Просто многое воспитывается так рано, что мы это не воспринимаем как воспитание. Соответственно, кто бы он ни был по происхождению, грузин, осетин, цыган, немец, есть и такая версия, что он сын Пржевальского, а Пржевальский сын Александра II, а Александр II был немцем, по-моему, на 31-32 своего происхождения. Все это совершенно не важно. Важно, что первоначальное воспитание он получил как грузин, дальше воспитывался как священнослужитель, а большую часть своей жизни и сам воспитывался, и других воспитывал как марксист. Так что кто бы он ни был по происхождению, это на его жизни вряд ли хоть как-то сказалось. Спасибо за ответ. И у нас следующий вопрос. Добрый вечер, Анатолий Александрович. Вопрос такой. Вот я не имел удовольствия пока прочитать вашу книгу. Известен тезис, утверждение Черчилля о том, что Сталин принял страну с Сахой, а оставил ее с атомной бомбой. Даете ли вы оценку в этой книге, или вообще как вы оцениваете роль Сталина в доведении Великой России до страны с Сахой? Ну, во-первых, эту фразу приписывают действительно Черчиллу, но на самом деле это сказал известный английский троцкист Айзек Дойчер, который, именно полюбовавшись успехами России, именовавшийся тогда Союз Советских Социалистических Республик во второй фазе мировой войны, пришел к выводу, что прав был все-таки не Лейба Давидович Бронштейна, а Иосиф Исарионович Джугашвили. И он отразил эту свою позицию. Статья о нем, по-моему, для британской энциклопедии. Ну, точно не помню, где была впервые опубликована эта фраза Дойчера. Ну, что касается того, какова личная роль Иосифа Виссарионовича в успехах нашей страны, споров на сей счет по сей день очень много. И споры эти неизбежны, поскольку, как я уже сказал, критерий истины практика, но практика управления страной в таком объеме была, естественно, только у него одного, а не у его оппонентов. Тем не менее, если исходить из их теоретических воззрений, из их собственных публикаций, из тех решений, которые они принимали, когда были в числе лиц, принимающих решения, я полагаю, что любой другой руководитель из тех, кто мог попасть на этот пост в 20-е годы, дал бы, скорее всего, худшие результаты. Насколько худшие, тут уж можно только гадать. Но полагаю, что ни один из них на этом месте не смог бы сработать лучше. — Да, Анатолий Александрович, спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу, и у нас будут четыре последних вопроса. Из зала я запомнила всех, кто поднимал руку. — Спасибо большое. У меня вот такой вопрос. При Сталине, по сути, был заложен фундамент страны, Советского Союза. Я имею в виду и политическую систему, создал Сталин экономическую систему, вектор внешней политики был задан. Но при этом, как мы знаем, СССР разрушился буквально через 35, чуть больше лет после смерти Сталина. Что же, интересно, ваше мнение, именно как критика, какие ошибки допустил Сталин в строительстве фундамента? Я не хотел бы касаться именно ошибок следующих руководителей, а именно в строительстве фундамента. Это первый вопрос. А второй вопрос тоже достаточно короткий. Сейчас закрывают мемориал. Мемориал исследуют и публикуют, соответственно, преступления политического режима. Можно по-разному относиться, но преступления были. Как вы относитесь к этому? Нужны ли нам такие организации, общественные организации, чтобы мы знали о преступлении в том числе? Что касается ошибок, я думаю, что главной ошибкой Сталина были последующие руководители. В том смысле, что ему так и не удалось создать надежно работающую систему подготовки и профессионального отбора руководителей, в значительной степени он опирался при их подборе на метод проб и ошибок, когда руководитель мог стать человек, многообещающий в любом смысле этого слова, но если он не справлялся с работой, его тут же снимали и переводили, как правило, на работу попроще, с которой он мог справиться. Все легенды о расстрелах за провалы, это, как показали последующие исследования, почти исключительно легенды, почему говорю почти исключительно, потому что были 17 месяцев с конца июня 37-го года до конца ноября 38-го, когда действительно за хозяйственные ошибки могли и расстрелять. Но, повторяю, это отдельная тема. Но он не смог предвидеть и, соответственно, не смог предотвратить возможность того, что все руководители, включая его преемника, дружно не захотят увольняться при провалах в работе. И системы, страхующие на такой случай, он не создал. Что касается экономической системы, то экономическую систему тоже изменили довольно скоро после его смерти. Я уже упоминал тут, какую роль в создании разнообразия продукции играл негосударственный сектор. Так вот, Никита Сергеевич Хрущев, как только возглавил в 58-м году не только партию, но и правительство, немедленно эту систему поломал. Были национализированы все промышленные артели, все артели бытового обслуживания, значительная часть сельскохозяйственных артелей. То есть ту систему экономики, которая создавалась под руководством Джугашвили, уничтожили через пять лет после его смерти. Политическая система не была застрахована ни от дурака, ни от эгоиста. Вот. Что касается мемориала. Ну, во-первых, то, что мемориал, мягко говоря, сильно завышает проблемы нашей страны, это, в общем, достаточно известно. Но дело не в этом. Дело в том, что мемориал – это типовой институт национальной памяти. Я знаком с работой института национальной памяти в Польше, в Грузии, но и на моей малой родине – Украине. Институт национальной памяти – это довольно удачно разработанное, насколько я могу судить, разработанное непосредственно в Соединенных Государствах Америки, система введения страны в состояние выученной беспомощности. Не буду подробно рассказывать, что это за состояние. Кому интересно, статья о ней, по-моему, даже в Википедии есть. Известно только, что и человек, и народ, введенный в состояние выученной беспомощности, в дальнейшем добивает себя самостоятельно. И мемориал – это в точности такая же структура, работающая по той же технологии. единственное отличие, что, скажем, в Польше или на Украине усиленно рекламируют идею москальской оккупации, что, мол, все наши слабости от того, что злые москали нас долго оккупировали и не давали свободно разбиваться. Поскольку в Российской Федерации тему москальской оккупации довольно трудно раскрутить, выбрали другую тему, не более достоверную. То есть понятно, что действительно и Украина, и Грузия, и часть Польши в разное время входили в состав России, но оккупации там и не пахло. Точно так же действительно был вот этот катастрофический период, с которым хотя и справились, но тяжких следов он оставил немало, но считать, что вся наша история так или иначе определяется вот этими семнадцатью месяцами, ну скажем так, чего бы стоил наш народ, если бы эти семнадцать месяцев могли его поломать. Поэтому то, что мемориал демонстративно нарушает множество законов Российской Федерации, это конечно вполне достаточное основание для его закрытия, но с моей точки зрения главная опасность от мемориала это не вот эти формальные нарушения законов, а его стремление вогнать нас в состояние выученной беспомощности. спасибо вам за ответ и у нас следующий вопрос. Добрый вечер, Антон Александрович. Ну, частично вы ответили на тот вопрос, который я хотел задать, но хотелось бы уточнить все-таки. Вот, так сказать, сталинская эпоха. Как вы ощущаете объективные закономерности, которые были, и субъективные вещи, которые были связаны с непосредственным руководством страны? И второе дополнение сюда. Удалось ли на этом этапе создать положительный отбор настройки? Ну, положительный отбор несомненно был. Другое дело, что это был отбор в значительной степени методом пробы и ошибок, когда молодого руководителя кидали в воду и смотрели, выплывет или пойдет ко дну. Но, слава Богу, и запас талантов у нас оказался достаточно большой, и правила за одного битого, двух небитых дают тоже, насколько большую часть провалившихся, отправляли на посты пониже, где они могли чему-то доучиться. Ну, вот, известно, например, знаменитая фраза Рычагова на совещании по состоянию авиации, вы заставляете нас летать на гробах. И известно, что Рычагова немедленно сняли с поста начальника ВВС. Но почему-то никто у нас не помнит, что направили его при этом на академию Фрунзе, чтобы там вчерашний старший лейтенант наконец-то узнал то, что нужно знать генералам. В частности, узнал то, что военная приемка на авиазаводах подчинена ему как начальнику ВВС. И, соответственно, если какой-то авиазавод выпускает гробы, то это его собственная вина, а не вина Сталина. Но другое дело, что вскоре после начала войны Рычагова еще нескольких людей из бывшего руководства авиации расстреляли, потому что состояние авиации, за которое отвечали именно они, оказалось Ахабом. Но в любом случае отбор был. И второе, о чем вы спросили, я боюсь сбиться. Соотношение объективное есть? А, ну, естественно, главные факторы, влиявшие на разбитие нашей страны, были объективными. такие, как, скажем, катастрофическая нехватка высококвалифицированных рабочих кадров, не говоря уже об инженерах. Что касается инженеров, Александр Сергеевич Яковлев, бывший, по-моему, в сороковом году в Германии в командировке по отбору образцов немецкой авиатехники для закупки и дальнейшего изучения, он отмечал, что в одном конструкторском бюро Мессершмитта работало больше дипломированных инженеров, чем во всех авиаконструкторских бюро Советского Союза. Вот, ну, я бы мог называть еще множество подобных факторов, и понятно, что именно эти объективные факторы в основном и определяли проблемы нашей страны. Но вот субъективная сторона дела, на чем прежде всего сосредоточить имеющиеся ресурсы, каким образом преодолевать вот эту катастрофическую нехватку, грубо говоря, почему надо в первую очередь создать сеть инженерных вузов, а уже в 33-ю очередь думать о том, как улучшить работу филологических факультетов. Вот такие вот решения принимались, несомненно, под руководством Иосифа Виссарионовича, и большая часть этих решений оказалась правильной. Ну, по крайней мере, как я уже сказал, мне не удалось пока найти ни одного случая, когда бы я, исходя только из сведений доступных в тот момент, мог принять лучшее решение, чем я. Да, спасибо. И прежде, чем перейти к автограф-сессии, у нас два последних вопроса. Спасибо. Анатолий Александрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, смерть Сталина была естественной, или это могло было быть политическое убийство, организованное спецслужбами? Если так, то кому и как это было выгодно, и почему наши советские спецслужбы не смогли этого предотвратить? Ну, понятно, что его смерть была выгодна очень многим, но изучив несколько достаточно серьезных книг, где рассматривается версия его убийства, я все-таки полагаю, что убийства не было. Что совершенно точно было, так это оставление в опасности. То есть ему оказали медицинскую помощь со значительным запозданием, и это несомненно весьма поспособствовало его смерти, но судя по всему инсульт у него был уже не первый. В крайней мере Юрий Николаевич Жуков считает, что многие изученные им архивные материалы указывают на несколько предшествующих инсультов в разной степени, тяжести. Так что речь может идти все-таки только об оставлении в опасности. Ну а почему спецслужбы с этим не справились? Ну в основном потому, что охрана обязанная в таких случаях оказать помощь тоже была тоже входила в одну из спецслужб и скажем так тогдашний руководитель министерства государственной безопасности Игнатов в общем был человеком выдвинутым из партийного аппарата причем выдвинутым в основном связи с делом Абакумова предыдущего министра Насколько обоснованно дело Абакумова толком сказать невозможно поскольку самого дела по сути нет практически все материалы были уничтожены то есть какие-то интриги с целью обеспечить партийный контроль над этим министерством по-видимому были и но еще раз повторю судя по всему инсульт был вполне естественным ну я вообще с трудом представляю себе в тогдашнем руководстве человека находящегося на таком уровне и готового рискнуть собственной головой даже когда на кому стоит голова главы правительства да спасибо и последний вопрос у меня вопрос про еще один распространенный миф или может быть это не миф вот как раз ваше мнение хочется узнать связанный с кадрами что после революции из России уехало большое количество квалифицированных людей сейчас философский пароход военный так вот может быть поэтому Сталину так не хватало кадров или сама уже российская империя не смогла подготовить на самом деле к этому времени большое количество квалифицированных кадров на том же философском пароходе насколько я знаю не было ни одного человека с техническим или естественно научным образованием философы были в товарных количествах литераторы тоже были разнообразны но вот людей причастных к точным наукам к естественным наукам к инженерному делу на этом пароходе не было просто потому что их вообще в стране было очень немного а те что были те в основном были заняты делами настолько что времени на противостояние советской власти у большинства из них просто не хватало у нас действительно было значительно меньше инженеров естественников представителей точных наук в расчете на душу населения чем у наших стратегических конкурентов и именно это значительной степени сказалось на всем что с нами происходило до войны кстати была парочка дел такие связанных с инженерами и учеными шахтинское дело и дело промышленной партии помнится Николай Иванович Бухарин хвалился что вот мол Сталин считал что всех участников шахтинского дела надо помиловать и вернуть их на рабочие места мы на политбюро дружно против него проголосовали и добились таки расстрела многих фигурантов этого дела но он тоже учел этот опыт и по делу промышленной партии тоже было вынесено несколько смертных приговоров но все осужденные были направлены на техническую работу в условиях закрытого конструкторского бюро и глава партии известнейший теплотехник Рамзин приговоренный к расстрелу замененного пятью годами заключения в этом самом заключении разработал новый тип парового котла прямоточный ну я как человек с дипломом инженер теплофизи мог бы довольно надолго рассказывать о том чем этот котел отличается но главное что именно прямоточные котлы сейчас используются в самых мощных тепловых электростанциях и вот за этот самый котел он получил не только помилование но и сталинскую премию первой степени кстати премия сталинская в буквальном смысле слова в премиальный фонд шли гонорары положенные за публикации самому Сталину ну а потом еще нескольким его коллегам ну всех не помню кто отчислял свои гонорары в этот фонд но то что среди них были Вячеслав Михайлович Скрябин более известный как Молотов и Михаил Иванович Калинин это я помню точно вот так вот это на мой взгляд еще в какой-то мере показывает как относились к носителям технических знаний относились так не только потому что уважали технические знания но и потому что этих самых носителей было крайне мало ну а те кто этого не понимал как тот же Бухарин голосовавший за расстрел фигурантов шахтинского дела те довольно быстро сошли со сцены не обязательно на тот свет как Бухарин но отодвинулись на вторую и третью роли да Анатолий Александрович спасибо вам за такую интересную встречу спасибо 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 Продолжение следует...